Видите меня? Меня зовут Сушман Нордерман. И, как меня уже представили, я являюсь хирургом, я работаю в области как раз головы и шеи и работаю со всеми коллегами, сидящими передо мной. Я хотела бы поговорить немножечко о опухолях, которые дают метастазы в область шеи или фатических узлов шеи. И при этом мы иногда не знаем первичного очага. Я хотела бы поговорить о наших подходах в Каролинском институте. Это будет очень короткая презентация. Вот это институт в Каролинском институте, куда я переехала несколько лет назад. И, надо сказать... Извините, Каролинский переехал в новый институт, новое здание. И об этом писали все газеты, наверное. Это очень интересно. И в литературных источниках давайте поговорим об этом. Как часто мы говорим о подобных метастазах и о подобных неизвестных первичных очагах? Приблизительно это 3,9%. И по нашему опыту это очень схожее количество. Приблизительно такое же количество от всех пациентов. И надо сказать, что сегодня, с 2011 года, мы исследовали статус по ВПЧ. И, соответственно, это дает нам некое представление о том, где локализуется первичная опухоль. И каким образом мы проводим подобные исследования? Во-первых, мы получаем все направления от врачей общей практики и от лоров. Мы отправляем их в амбулаторное отделение приблизительно через неделю или даже в течение трех дней. И затем в кабинете мы делаем тонкоигольную биопсию. Не сами, конечно же. Мы отправляем эти биоптаты в лабораторию. Иногда мы сами делаем биопсию. И пациенты отправляются также на МРТ, на компьютерную томографию. И иногда мы даже делаем эту тонкоигольную биопсию под общей анестезией. И все наши пациенты обсуждаются эти случаи на междисциплинарных конференциях, когда мы получаем результаты цитологии. И если мы говорим о том, что это масса, которая положительна по ВПЧ, то в этом случае мы также делаем анализ на ПИ-16. И мы отправляем этих пациентов на онкологическое лечение, к онкологу. И на самом деле вот это новые подходы. И мы знаем прекрасно, что, скорее всего, это либо рак миндалин, либо основание языка. И вот таким образом меняется парадигма терапии. После этой междисциплинарной конференции, если мы не нашли первичного узла, то в этом случае мы отправляем на лимфодиссекцию, затем даем терапию. И если мы получаем результат положительный по ВПЧ, то мы отправляем их на химиотерапию и на диссекцию только в том случае, если масса находится все еще там, только после трех месяцев терапии. Поскольку наш опыт показывает, и наши ранние исследования показывают, что ВПЧ и ПИ-16 в метастатическом лимфоузле могут нам помочь локализовать спрятанную первичную опухоль в области основания языка и миндалин. И таким образом мы можем по-другому спрогнозировать выживаемость пациента и по-другому спланировать терапию. Как вы знаете, ТНМ-классификация очень многое изменила, потому что мы изменили классификацию и орофарингеальных раков также. И на самом деле мои коллеги до меня об этом уже говорили, так что останавливаться не буду. Итак, тем не менее, если у нас есть пациенты с массами, с новообразованиями отрицательными по ВПЧ и, так скажем, с метастазами плоскоклеточного рака, то в этом случае у нас будет сначала онкологическая терапия, то есть мы будем давать химиотерапию, лочевую терапию, а затем отправлять на хирургию. Я хотела бы вас пригласить в Стокгольм, в наш прекрасный красивый город, который я вот сейчас показываю на слайде, с тем, чтобы мы с вами встретились и пообщались еще раз. Спасибо. Я хотела бы задать вопрос. А как вы работаете с подобными метастазами, когда первичная опухоль неизвестна? В ВПЧ-статус вы определяете? Да, ВПЧ-статус – это очень важно. И на самом деле он действительно помогает без всяких сомнений. И, безусловно, он также помогает локализовать первичную опухоль гораздо лучше. И если это возможно, а в большинстве случаев это возможно, то мы можем использовать также ВВЧ-статус для того, чтобы локализовать также наши поля терапевтического воздействия. И по поводу пациентов, достаточно сложная вот эта категория пациентов для нас, так же, как и для вас, я думаю, потому что мы должны понимать, с учетом того, что не видя первичный очаг, достаточно сложно определиться в тактике. Чаще всего мы видим пациентов, у которых уже метастазируют лимфатические узлы, имеются метастазы в лимфатических узлах шеи с подрастанием к магистральным сосудам. В этой ситуации, конечно же, мы обязательно верифицируем процесс, выполняем гистологическое заключение, получаем. Исследуется у нас обязательно, это стандартно, рутинно, на П-16 обязательно. И в отсутствие, при полном обследовании пациента, мы выполняем полное обследование всех, стараемся всех зон обследования пациента выполнить, для того, чтобы найти первичный очаг. При невозможности нахождения первичного очага, при невозможности мы обсуждаем на мультидисциплинарной комиссии, если есть подрастание к магистральным сосудам, выполняется операция в объеме резекции лимфатической, это всех групп узлов, это 1-7, либо 1-6, 2-6, в зависимости от самого пациента, это индивидуально также. Ну и потом решение вопроса о системной химиотерапии, ввиду того, что первичный очаг не был найден. Прорастание капсулы лимфатического узла и подрастание к сосудам для нас является основанием для того, чтобы мы проводили химио-лучевую терапию в комбинации. Поэтому тактически мы поступаем именно таким образом. Хирургическое вмешательство, удаление группы этих узлов, при возможности полное тотальное удаление всех групп лимфоузлов, и далее химио-лучевая терапия. Вот такой план. А ВПЧ-статус вам помогает? Нам помогает это, но, к сожалению, есть технические особенности, когда мы не всегда можем определить именно ВПЧ, только П-16, П-53, но по ВПЧ мы не всегда можем это получить. Но вот мне интересен был еще вопрос о том, что вы указали, чаще всего это миндалина у вас, насколько я поняла, да? И еще вторая локализация, вы сказали, корень языка. Я правильно поняла? Да. Но вот по опыту наших пациентов, я бы могла сказать, что у нас это чаще всего корень языка, относительно нашей категории, ну, наших пациентов. И носоглотка. У нас очень много пациентов именно носоглотка, корень языка, и реже миндалина. Вот на таком порядке идут. И есть категория пациентов, в которой определяется первичный очаг уже впоследствии, спустя какое-то время, два года после лечения, три года, мы за ними обязательно наблюдаем. У нас есть обязательно наблюдательные... продолжительные наблюдения. Как насчет лучевой терапии? Что вы облучаете? Когда вы делаете вот эту послеоперационную лучевую терапию, что вы включаете? Какие зоны, видимо, включаете в поле облучения? Это не простой вопрос. На самом деле, во многих случаях мы очень большие объемы облучаем, потому что мы не можем быть уверены в локализации первичной опухоли. Поэтому, ну, в этом случае ВПЧ-статус иногда как раз нам помогает для того, чтобы быть более, так скажем, уверенными в направить наши действия. он помогает нам снизить объем лучевой терапии. Но я был бы очень осторожен сейчас в своих оценках и ответах, потому что у меня не так много пациентов с неизвестными первичными опухолями. Мой коллега, который нет сейчас здесь, он больше занимается подобными пациентами. Я думаю, что у него больше опыта. Я могу сейчас ошибиться, отвечая на ваш вопрос. Что у нас на самом деле при очень высокий уровень МРТ специалистов, что очень радует нас, потому что чаще всего пациенты, попадая к нам, они приходят с таким диагнозом после дообследования в другом учреждении. При тщательном исследовании и дополнительном обследовании выполнения МРТ практически в 70% случаев мы находим первичный очаг благодаря нашим МРТ специалистам. Вот такая вот команда у нас мультидисциплинарная. Спасибо большое. В рамках дискуссии у меня вопрос к замере. Входит тонзилоктомия в протокол первичного обследования пациента с метастазом на шее без первичного очага? Нет, у нас нет такого протокола. Мы не выполняем тонзилоктомию. Потому что одно из таких наиболее очевидных результатов нашего опыта и в частности то, что Минколлега рассказала, что несмотря на то, что ни сити, ни магнитная камера, ни ПЭТ не показывают очага, мы делаем тонзилоктомию и нередко мы находим опухоль, которая 2 мм, 3 мм. То есть клинически никакими способами, доступными для клинического исследования, это выявить невозможно, кроме удаления миндалины и порезать ее серийно. Чисто как я ни в коей мере не рекомендую это делать, но просто с учетом того, что мы много лет занимаемся пограничными узлами, было два случая, где мы подозревали, что это был корень языка, но мы не смогли это доказать патогистологически. А у пациента был метастаз. Поэтому инъекция в ту область, которая была подозрительна на наличие опухоли, и когда мы видели, как лимфа протекает непосредственно в этот узел, я ни в коей мере не рекомендую включать лимфскую интеграфию в диагностику метастазов на шее без первичного очага, но во всяком случае в принципе это может функционировать. Продолжение следует...